И так, друзья, мы с вами довольно чётко и хорошо понимаем, что чтобы жить в гармонии с другими, необходимо не только чувствовать границы своего личного пространства, но и уметь защитить своё личное пространство. Потому что люди, воспитанные в Советском Союзе, мало это понимают. Действительно мало это понимают, потому что даже нет закона, защищающего ваше личное пространство. Этот закон отсутствует. Значит, и само понятие защиты личного пространства каждого из нас также отсутствует в нашей стране. Чем чаще проявляются нарушения вашего личного пространства, это бывает соприкосновение, да, это бывает агрессия в ваш адрес, это бывает оскорбление, даже если они высказаны через третьи лица. Но вы, если вы уловили и поняли, от кого идёт эта агрессия, то здесь нужно, необходимо защитить своё личное пространство. Я так полагаю, я так думаю. Возможно, у кого-то другое мнение, и он скажет, что я не права. Друзья, это разница в менталитете, разница в воспитании, разница в собственной гордости. Человек гордый никогда не будет лгать. Бесконечная ложь, она унижает человека. Это тоже нарушение личного пространства. Если вам лгут в глаза, значит, это нарушение вашего личного пространства, это оскорбление вашим чувствам, вашей гордости, вашему самосознанию. Ложь, она такая, это червоточина в отношениях. И когда нет этой червоточины, вы чувствуете себя прекрасно. Но как только она однажды появляется на вашем горизонте, вы понимаете, кто понимает, что такое личное пространство, и что его нужно защитить. Вы понимаете, что зона безопасности для вас нарушена. Зона комфортности, комфортабельности ваша сейчас может быть разрушена. Надо ли защитить? Надо. Каким образом? Ну, кто-то и в кулачные бои идет, а кто-то может языком, своими высказываниями в пространстве защищать себя, свое личное пространство защищать, и необходимо определить границы, где вы не хотели бы, чтобы вам лгали. Знаете, друзья, когда живешь на свете много, то понимаешь, что ложь, она только уничтожает тебя самого. Ложь не только твоя личная, но и ложь, которая льется со стороны твоих якобы, да, вот таких в кавычки друзей. Ложь со стороны, ну, мало знакомых друзей, но которые входят в твой ореол общения. И эту ложь, на мой взгляд, тоже необходимо каким-то образом прекратить. Прекратить каким образом? Ну, возможно, разрушить общение с этим человеком, исключить его из своей орбиты. Это возможно. Возможно, возможно, конечно, и другие. Другие. Вот, скажем, другие шаги, когда вы просто выплескиваете наружу и указываете человеку, что он это сделал. Вот тут рождается некая ситуация, когда человек не может, он просто не может осознать, что с ним так поступили, его вывели на чистую воду, и он начинает, и он начинает опять-таки лгать, извиваться и говорить, что он этого не делал. Он этого не говорил. Что это такое, друзья? Конечно, вы можете растеряться. Если вы не уверены, что он говорил или нет, вы можете растеряться. Но есть некие вехи, по которым, если провести анализ, вы можете сделать заново свои выводы и указать человеку на то, что он это действительно сделал. Допустим, вот сейчас у нас была ситуация, когда лидер одной из сект, организаций, которые, в общем-то, собирают большую аудиторию. И лидер, она дала команду ФАСС на то, чтобы на некоторые ролики, которые я опубликовала, была атака. И в этой атаке она определила своим, ну, своим почитателям, она определила определенное предложение. Она его продиктовала, они записали, и 35 человек ко мне вошли с одним и тем же предложением. Некоторые чуть-чуть его переделывали, то в одну сторону, то в другую, но, в принципе, одно и то же предложение было опубликовано в комментариях ее сторонниками. Вот скажите вы, друзья, давайте проведем анализ. Ролики мои, видео вышли две недели назад. Неделю назад, так скажем, да? Они с разницей вышли в какое-то временное пространство. Таких комментариев не было. И вдруг, когда у нее прошло совещание со своими почитателями, со своими слушателями, после этого такая вот орава ненормальных людей, неадекватных, я считаю, это рабское повиновение, когда они сами не думают, она выходит на мои страницы и начинает меня гнобить. То есть писать одно и то же предложение в течение, ну, так скажем, нескольких часов. Для меня это показатель. Для меня это показатель, что неделю назад таких комментариев не было. А вот в один день, в одно утро они вдруг стали появляться. Но ведь понятно, да, что они получили задание. Допустим, это не ее команда. Я сделала комментарий под одним из... То есть всех я забанила. Всех, которые мне такое писали, я забанила, потому что я поняла, что это идет атака. Атака негативных людей, которые, в принципе, на канале не нужны. Негатив тебе не нужен. Поэтому ты зачищаешь свое пространство и защищаешь свое пространство от негатива. Потому что в следующий раз эти люди напишут такой же негатив. Они никогда не выйдут на положительный уровень к вам. Поэтому от таких людей необходимо зачищать канал и защищаться. Я сделала комментарий о том, что у вас у всех одинаковое предложение. И это, похоже, боты набежали на мой канал. На что? Тут же, через пару часов, начались другие комментарии. И пять комментариев подряд пошли с другим текстом. То есть смысл где-то был один и тот же. Но был более агрессивный уже текст. То есть текст сам по себе был агрессивный. Да, эта дама вышла и написала мне под роликом, что она этого не делала. Я готова согласиться. И если бы я поняла, что это не так, я бы извинилась. Я не стесняюсь извиняться. Если я нарушила чей-то комфорт и личностное пространство, я не стесняюсь извиниться. Но эта дама... Ну, в общем, что получилось потом, друзья? Короче говоря, после выхода моего ролика, когда я это все описала, рассказала эмоционально, все прекратилось. Больше нет этих комментариев. Вы понимаете, на воре шапка горит. Все комментаторы, ее, с ее стороны, слушатели, получили указание «Стоп! Стоп поезд! Стоп колеса! Не стучите больше!» Вот такое получили они задание. Они остановились. Они больше меня не оскорбляют и больше не пишут мне. Какой вывод? Ну, конечно же, друзья, вывод. То есть, дама не может просчитать шаги. А шаги очевидные, когда одно колесо цепляется за другое. И здесь, в данном случае, мы увидели, дала команду, дала следующую команду, когда поняла, что проштрафилась, то есть, одни и те же сообщения, 30 штук подряд, да? А потом дала команду «Стоп! Машина!» И все. Вот оно проявилось наружу. «Стоп! Машина!» «Стоп! Машина!» «Стоп! Машина!» «Стоп! Машина!» «Стоп! Машина!» «Стоп! Машина!» «Стоп! Машина!»